Девушки отдыхают Моего сына больше нет Больше не осталось никакого смысла Война окончена Не закончилась султанша И продолжается до тех пор, пока мы не отомстим за Шехзаде Мы потребуем ответа И у Кюсэм султан, и у султана Мурата Они понесут наказание И в тот день вы хоть немного обретете покой И может быть Тот покой станет частем Для нас двоих Я хочу распороть их кишки, это правда Если даже выпью их кровь Моё сердце не остынет Но Я потеряла своё счастье, Паша Вместе с моей надеждой Оно зарыто под землю Я не могу увидеть вас здесь Я вытащу вас отсюда Забудь обо мне, Паша Если сможешь Поменяй могилу моего сына Он Шехзаде И должен быть захоронен рядом с отцом Мерум, как бы дабайт Недельмейла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он должен быть величественным И утончённым Я полностью тебе доверяю Покажи своё мастерство Как прикажете, повелитель? Я поработаю над рисунками Затем покажу вам Подойдёт Можешь идти Повелитель В ваше отсутствие Кюсом Султан Тоже дала указания архитекторам Народ очень доволен этим обстоятельством Каким обстоятельством? Валиде Султан приказала построить башню Нескюдар Её цель – обеспечить приют для фонда А также оживить торговлю Махмуд Паша начал строительство вблизи мечети Где Ибрагим? В последнее время мне не нравится его вид Лекари присматривают за ним Султанша Дают лекарства Вот об этом я и хотела поговорить с вами, Валиде Я заходила к Ибрагиму Он вчера выпил вино А брат-повелитель видел его в таком состоянии Ибрагим наговорил всякого Аллаху, брата-повелителя, было хорошее настроение О, Аллах, побереги разум моего сына У него ужасное состояние Дай Бог, чтобы лекарства подействовали Иначе я не знаю, что мы будем делать Ему с каждым днём всё хуже Я тоже очень боюсь А если его ждёт такая же судьба, как и брата Мустафу? Да унесёт ветер твои слова, Атики Мы все вместе спасём Ибрагима Войди Наша шеф-заде, Селим и Сулейман Хазлет Лерии Прекрасно Мой сын-повелитель дал своим шеф-заде имена великих предков Дай Аллах, чтобы у них была такая же красивая судьба, как их лица Дай Аллах Дочка Двойняшки чувствуют друг друга Понимают, какие проблемы их беспокоят Будь рядом с братом Дай Аллах 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 Кеманке Шага Мы давно не видели тебя Что такое, Джафер? Проблемы? Да что еще может быть? Ты разочаровал нас? Ты, как наш глава, должен был защитить Янычар А на самом деле наблюдал за их гибелью Если ты говоришь о Ферхате Агея И 38-м полке Янычар Их вина очевидна Они предатели Предатели Ладно, скажем, Ферхат Ага Его люди виновны Изменники А другие? Неужели во всем полку не было ни одного верного? Что их всех казнили? Многие из них были невинны Бедняги стали жертвами гнева султана Мурата Спустя много лет Янычары вышли в поход Завоевав победу Вернулись с добычей И вы Вы вместо того, чтобы поблагодарить Вы жалуетесь А какой толк от добычи, если неизвестно, что будет завтра с нами, Ага? Не пойми неправильно Мы к тебе претензий не имеем Ты наш славный друг, который вырос в нашем полку Поэтому мы подошли к тебе Что ты поймешь нас Выслушаешь Ни к чему хорошему это не ведет Мы устали, честное слово, надоело Поговорил бы с Кюсэм Султан Пусть знает наши заботы Продолжение следует... Султан Мурат! Я слышала, что ты вернулся с большим успехом. Стражники сказали, что ты организовал празднество, чтобы отпраздновать свою великую победу. А ведь мы оба знаем, что ты это сделал, чтобы заглушить свою совесть. Очень сложно возвращаться, будучи убийцей брата. Верно. Ты бы хотела, чтобы твой сын вернулся брата-убийцей. Не так ли? Ты больше, чем брат Мурат. Например, ты тиран, деспот. И при таких обстоятельствах, твое убийство было восторжествованием справедливости, а не изменой. Нам нужно поговорить с тобой. Дай догадаюсь. Ты хочешь знать, кто тот Паша, работающий на меня? Кто? А почему тебя это так интересует? Моего Шехзаде больше нет. И ни я, ни Паша, который тебя так интересует... ...не представляем для тебя опасности. Но я не могу сказать того же про твою Валиде. Она избавилась от Байзета. ...открыла путь перед Касымом. Теперь она на шаг ближе к твоему трону. Стража? И что ты сделаешь? Убьешь меня? Не останавливайся. Я и так уже мертва. Зачем мне убивать тебя, Гюльбахар? Смерть – избавление для тебя. Ты будешь жить здесь. Будешь страдать в этой темнице. Будешь. Не забывай о сыне. Ты виновна в его смерти. И эта правда будет гореть в сердце. Как тысяча свечей. Поверь мне. Ни один даже не погаснет. Ни один. Запомни. Подожди. Я скажу тебе, кто этот Паша. Но взамен у меня есть одно условие. Говори. Байзет. Его похоронили, как сироту в пустынном месте. Забери его оттуда. Увези к могиле отца, султана Ахмеда. Пусть его там похоронят. Байзет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предатель по имени Дилавар Паша... Участвовал в покушении убийства на меня... Продолжение следует... 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 Входи. Повелитель, вы неважно выглядите с тех пор, как мы вернулись с похода. Смерть Шахзаде всех нас расстроила. Но больше всех вас. Но тут что-то другое, Повелитель. Тот безумец, что появился на дороге, что-то сказал вам, что-то, что расстроило вас. Он не безумец, а Оракул Мустафа. Я и раньше видел его. Это он нашел меня, когда исчез. Мы поговорили о том, что ждет меня во власти. Мы поговорили о том, что ждет меня во власти. Ты сможешь стать таким же завоевателем, как и твои предки. Но у каждой победы будет своя цена. Так он сказал. Он оказался прав. Мы завоевали Риван. Но я потерял Байзета. Если бы Шахзаде смог жить под вашими крыльями. Каждый Шахзаде кладет глаз на трон Мустафа. Вот что значит быть Шахзаде. Он с этим огнем рождается. И чем больше растет Шахзаде, тем сильнее разгорается огонь. Он охватывает сердце, мысли. Все тело. Байзет из-за этого огня и сгорел. Силахтар Мустафа. В этом причина тех амбиций, что я вижу в глазах Касыма. И страха в глазах Ибрагима. Этот огонь однажды их отравит. Разумеется, амбиции и страх заставят человека страдать. Все что угодно. Но не думаю, что после всего пережитого, кто-то еще смирится. К тому же ситуация отличается. Шахзаде Байзета сбила с пути его валидея Гюльбахар Султан. Гюльбахар Султан осмелилась на такое, но не смогла преуспеть Силахтар Мустафа. А моя валидея? Кюсэм Султан. Подумай о прошлом. Скольких падишахов она спустила с трона? Поэтому я и не позволил ей уехать. Позволил остаться здесь. Пожелал, чтобы она оставалась перед моими глазами. Видимо, написанное ею письмо и слова Гюльбахар Султан заставили вас сомневаться. Но я даже и не подумаю, что Кюсэм Султан может сделать подобное. Только не она. Раньше и я не подумал бы, Мустафа. Но после всего пережитого у меня не осталось доверия к валиде, Мустафа. Особенно после слов Оракула. Род не от тебя продолжится. Один из твоих братьев взойдет на трон. Взойдет, несмотря на тебя. Повелитель, не верьте словам этого безумца. Будущее знает лишь Всевышний. Но если вы обретете от этого покоя, то есть один способ избавиться от подозрений. И какой же это путь? Объявите наследника трона. В таком случае никто не смелится положить глаз на то, что принадлежит вам, Повелитель. Ибрагим. Ибрагим. Давай, хватит, брат, не делай. Ибрагим. Ибрагим, хватит, пойдем, пойдем. Касым. Валиде, помогите. Что бы я ни сделал, что бы ни сказал, не смог остановить. Он роет могилу для себя. Боится, что брат-повелитель нас убьет. Ибрагим. Сынок, оставь то, что у тебя в руках, и возвращайся в свои покои. Ибрагим, у меня душа разрывается. Не расстраивай меня. Не расстраивай меня. Отпустите меня, Валиде. Будь то сегодня или завтра, какая разница. Что вы от меня хотите? Что бы я жил со страхом перед палачами? Или что бы, как мой дядя Мустафа, потерял разум, да? Убаси Аллах. Пожалуйста, не вынуждайте меня жить с этим страхом. Позвольте мне спокойно умереть. Посмотри на меня, посмотри в мои глаза. Я даю тебе слово. Я даю тебе слово, что не позволю такому произойти. Я жизнь свою положу, но все равно не отдам тебя палачам. Не оставляйте меня, Валиде. Не оставлю. Не оставлю. Не оставлю. Не оставлю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же написала в письме, что Касым зайдет на трон. Так он меня решил напугать. Ввиду того, что совсем недавно казнили одного ШЗД, это решение всех расстроит султанша. Валиде султан Хазратари. Что такое, Синан-Паша? Ты решил говорить со мной лично? В чем дело? Султанша, вы определенно слышали о приказе нашего повелителя. Простите мою дерзость, но государственные мужья очень обеспокоены этим решением. Наш повелитель хочет, чтобы род продолжался от его сына. Но они оба очень маленькие. Не знаю, насколько правильно принимать такое решение, не зная, что нас ждет в будущем. Почему вы идете с этим ко мне? Пусть государственные мужья высказывают свое недовольство самому падишаху. Разве это не ваша должность? Приложите усилия и покажите ему верный путь. Султанша, все происходит и решения принимаются за закрытыми дверями. Силахтар Паша никого не подпускает. И в этом решении тоже есть его рука. Очевидно, что он повлиял на его принятие. И что же это за влияние? Намерение построить свою власть. Особенно против вас. Ради этого он не откажется даже от того, чтобы везти повелителя по неправильной дороге. Что может ветер отобрать у скалы? Пусть себе веет. Мы не боимся на ваш счет, Султанша. Мы боимся, что Шахзаде Касыма и Ибрагима ждет участь Шахзаде Безета. Потому что этим приказом вновь открылся путь для брата убийства. И кто же посмеет пройти по этому пути, пока на нем стою я? Поэтому не бывать. Я изменила порядок, назад пути нет. Шахзаде, Касым Султан нет. Она отправилась в главный сад. Валиде, я правильно все услышал? Брат-повелитель издал приказ о переходе власти от Азаксыну? К сожалению. Не пройдет и дня, чтобы твой брат не принял решение, которое губит нашу семью. Как вы можете быть спокойны? Вы разве не видите результат его действий? Как самый достоинший Шахзаде получить трон, было моим правом. Пойдем со мной. Разве можно об этом говорить открыто, когда все только и ждут в западне, когда мы совершим ошибку? Валиде, этот приказ – смертный приговор для меня и Ибрагима. Чего вы ждете? Чтобы мы умерли? Не бойся. Только потому, что твой брат-повелитель принял такое решение. Способы, которые держат династию на ногах, не будут изменены. Я пойду поговорю с ним и заставлю передумать. У вас еще есть надежда, так? Если бы брат-повелитель слушал вас, дела не зашли бы так далеко. Разве вы не видите? Он давно отказался от нас. Отказался в тот день, когда угрожал вам нами. В таком случае мы примем меры. Если понадобится, то я соберу всех солдат, государственных мужей и духовенства, но помешаю исполнению этого приказа. Ибрагим, что ты тут делаешь? Я все для тебя ищу. Я пришел навестить своих племянников. Как странно, да? Их будущее – наша смерть. Ну, что за слова, Ибрагим? Этого не будет. Как думаешь, Этикеа, ребенок, который лежит в колыбели, помнит, что видел? Как ему помнить, Ибрагим? Он еще ничего не понимает. Этикеа! А я помню. Пусти меня! Пусти! Пусти, я сказал! Ночь, когда к нам пришли палачи. Они шли прямо на меня. А потом наступила ночь, когда мы спаслись. В детстве я так мучился от этого сна. Сам себя уверял. Это все иллюзия, Ибрагим. Это все неправда. Но это было правдой. Спустя столько лет, вчера я снова увидел этот сон. И я понял, что сколько бы мы не сбегали, это наша правда. Наша правда. Выбрось из головы то, что ты сказал. Этот приказ не имеет никакой силы. Брат-повелитель никогда не убьет вас. Если бы он хотел это сделать, сделал бы раньше. Тогда у него не было силы сделать это. А сейчас есть. Если бы мы только оставались маленькими, тогда бы и Байзет не умер. Касым и я играли бы в игры, в которые играли в детстве. Снова сбегали бы, когда совершали ошибку. Пошли бы к деревьям, Самшит. Спрятались бы за этими деревьями. Никто бы не смог нас найти. Внимание! Кёсэм Султан Хазрет Лари Закон о самом взрослом и мудром шахзаде был гарантией жизни всех шахзаде под этим куполом. И твоих детей тоже. Ты знаешь, что этот приказ означает смерть одного из твоих сыновей? Он значит, что тот, кто зайдёт на Джон, убьёт другого. Жаль. Жаль. В детстве ты оберегал своих братьев и сестёр, а теперь издаёшь смертный приговор своих братьев. Говорят, что если в твоей природе заложено только видеть плохое, то даже в павлине ты не увидишь ничего, кроме грязной лапы. Вы и есть такая валидея. Я сделал это ради своих братьев, чтобы уберечь их, чтобы они не пошли по неправильному пути, мечтая о троне. Твой покойный брат Осман тоже так говорил. Говорил, что делал это ради вашего блага. Сначала он запер вас в покоях, потом убил твоего брата Мехмета. Ты помнишь, да? Пусть будут жизнь твоя и правление твоё проклятое. Сколько ты отнял от моей жизни? Пусть больше отнимут у тебя. Ты своими глазами всё это видел. Это случилось в этих покоях. Ты помнишь? Куда упал твой брат? Сюда и сюда. Валидея. Неиспытывай моё терпение. Если брат Осман сделал это, в этом виновата ты. Твоя нескончаемая жажда власти. Он боялся, что ты свернешь его с трона. И произошло то, чего он так боялся. Ты поэтому написал этот приказ. Вместо того, чтобы сделать вывод из прошлого, ты решил обвинить меня? А что будет, если я не сделаю выводы? Почему ты вечно говоришь о брате Османе? Это угроза? Когда придёт время, ты меня свернешь с трона, только потому, что я пошёл против тебя? Ты бросаешь мне вызов? Если бросаешь вызов, то я здесь. Если у тебя достаточно силы и власти, сверкни меня. Но не забывай, что даже самая маленькая твоя ошибка изменит судьбу Ибрагима, Касыма и твою собственную. Не забывай. Касыма Продолжение следует... Продолжение следует...